Всем привет, уважаемые друзья, также подписчики моего канала. Если ты еще не подписался, то обязательно подписывайся, чтобы не пропускать мои новые интереснейшие тесты, интересные ролики на различные другие темы и предлагайте свои темы для роликов, тестов в комментариях. Обязательно, друзья, я каждому комментарию прислушиваюсь и отвечу. Итак, переходим к правилам сегодняшнего теста. 3-5 вопросов, низкие знания объективно, 5-7 вопросов, знания среднего уровня, 8-10 вопросов, если отвечать, и высший уровень теста. Поехали! Итак, вопрос под номером 1. В какой стране находится город Роттердам? Дания, Бельгия, Финляндия или же Нидерланды? Город и община в Нидерландах. Расположен в провинции Южная Голландия при падении реки Ньиби Масс в Северное море. С населением 600 с лишним тысяч человек является вторым по количеству жителей города в Нидерландах после Амстердама. Роттердам входит в состав крупной городской агломерации Ронстад. Переходим к вопросу под номером 2. Про какую науку древние римляне говорили учительница жизни? История, философия, география, либо же математика? Древние римляне говорили про науку учительница жизни как история. Так утверждал знаменитый древнеримский оратор, философ и политик Марк Тулли Цицерон. Третий вопрос на сегодня. Как называется ассоциация восьми частных американских университетов в Соединенных Штатах Америки? Лига наций, Лига лавра, Лига гениев, Лига плюща. Лига плюща – это изначально спортивное объединение восьми частных институтов высшего образования, расположенных на северо-востоке США. Этот термин также часто используется в отношении этих восьми школ как единой группы. Он подразумевает исключительность в качестве образования, выборность при поступлении и принадлежность к высшей социальной элите. Переходим к вопросу под номером 4. 4. Заболевание, при котором человек ест и употребляет в пищу несъедобные предметы. Прогирия, парфиария, арфирия, либо же аллатриофагия. Аллатриофагия – форма расстройства пищевого поведения, которая характеризуется непреодолимой тягой пациента к поеданию несъедобных предметов и осуществлению своего желания. В зависимости от формы заболевания человек ест продукты без термической обработки мясо, фарш, рыбу и непригодные для употребления в пищу различные предметы. Переходим к вопросу номер 5. Середина теста. Какая планета из всех движется в обратную сторону? Юпитер, Меркурий, Венера, либо же планета Сатурн? Венера вращается в обратном направлении. Планета вращается в противоположном направлении от большинства планет Солнечной системы. Такой феномен называется ретроградным вращением. Причиной этого могло стать столкновение с астероидом или другим объектом. Такое событие в прошлом могло заставить планету изменить траекторию вращения. Шестой вопрос. Какая столица у государства Доминикана? Солсбери, Роза, либо же Портсмут? Столица Доминиканы? Население 14,5 тысяч человек. Это небольшое компактное городское поселение, окруженное Карибским морем, рекой Роза и покрытым лесом горой Морн-Брюс. Находится на западном побережье острова Доминика, сочетая современную и колониальную архитектуру. Переходим к вопросу под номером 7. Единственное море, не имеющее берегов. Саргассово море, Белое море, либо же море Лаптевых. Ребята, не переключайтесь, буквально несколько секунд и продолжим тест. Сегодня я хочу порекомендовать вам сервис Яндекс Гоу. Если вы куда-то опаздываете или вам нужно такси, то можете смело заказывать его в Яндекс Гоу. Такси прибудет уже буквально через 5 минут. Если опаздываете, заказывайте тариф самый быстрый. Ссылочку вы можете найти в первом закрепленном комментарии и в описании к данному ролику. Продолжаем тест. Восьмой вопрос. В каком году отменили крепостное право в России? В 1761, в 1888, в 1861, либо же в 1891 году. Отмена крепостного права в России также известна, как крестьянская реформа, начатая в 1861 году, реформа, упразднившая крепостное право в России, явилась первой и наиболее значимой из великих реформ Александра II, за что он был удостоен особого эпитета в русской историографии. Освободитель, провозглашенная манифестом об отмене крепостного права 3 марта 1861 года. Переходим к вопросу под номером 9. Какая столица у государства Египет? Бейрут, Дамаск, Каир, либо же Торо? Каир стоит по обоим берегам реки Нил в северной части Египта, непосредственно к северу, от места, где река вытекает из долины окруженной пустыней и разбивается на рукава, образуя дельту Нила. К юго-западу, сливаясь с Каиром, к нему примыкает Гиза. Старый Каир находится на восточном берегу реки. Эта часть города очень разнообразна. На протяжении веков она застраивалась беспорядочно. Здесь находятся узкие улочки и перенаселенные многоквартирные постройки. Если в западном Каире находятся преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки, то в восточной части находятся сотни старых мечетей, а также главная башня, которая может служить ориентиром. Последний вопрос на сегодня, вопрос под номером 10. В какой стране расположены геотермальные источники по Муккале? Турция, Египет, Иордания, либо же Косово? Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик. Обязательно подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх. Пишите в комментариях, сколько вопросов вам удалось угадать, или вы знали эти вопросы и ответы на них, и насколько сложный этот тест показался вам. Всем удачи, ждите моих новых роликов, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать ролики новые. Всем пока!